Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект о денонсации конвенции о защите прав человека и основных свобод. И не только. Также есть конвенция о местном самоуправлении. И конвенция о пресечении терроризма, да. Ну, не только. Там, в общем, более 20 документов, в итоге которые Россия подписывала в связи с тем, что она входила в Совет Европы. Но теперь мы оттуда вышли. И вполне логичным выглядит денонсация этих документов, которые мы подписывали, когда мы состояли в этой организации. Да, но что нам останется в сухом остатке, об этом хотим поговорить с экспертом. И он у нас есть, Дмитрий Владимирович Раде, руководитель общественно-политического клуба «Улица правды». Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Да, естественно, все возбудились на, так сказать, слово «денонсация хартия о правах человека». И о пресечении терроризма рас, борьба с коррупцией. И местной хартии о местном самоуправлении. В общем, кажется, что мы чего-то лишаемся очень нужно. Вот поясните, пожалуйста. Что взамен? А вот никто не сказал, что взамен. А главное, это сказать, что взамен. Я надеюсь, что нашу программу увидят в Государственной Думе, когда будут обсуждать. И, наконец-то, скажут, что мы вместо прав человека должны ввести права семьи. Потому что мы не разделяем европейские ценности, которых главным является права человека. А для нас нужны традиционные ценности. Ну, у нас, опять же, все говорят о традиционных ценностях, но при этом не говорят о, что же такое понимание русского человека, что такое традиционные ценности. Потому что ответ на вопрос христианские ценности – это не ответ на вопрос православные ценности. Это тоже не ответ на вопрос. Потому что у нас люди невоцерквенные и в школе, понимаете, Евангелие не изучают. Поэтому они должны ясно понимать, а что же они получают взамен этих прав. Согласна с вами, Дмитрий Владимирович. Извините, что перебиваю. Но, тем не менее, вот сейчас, когда эти хартии, международные хартии исчезают, их больше нету в нашем правовом поле. Все-таки, что есть, по крайней мере, на эту тему? Знаете, как-то на тему поговорить о правах человека, там Конституция. Ничто должно быть в идеале. Да, а вот сейчас, что остается в сухом остатке? Пожалуйста. А ничего не остается. Как это? Ну, Конституция-то у нас есть, по крайней мере, где о правах человека все-таки сказано. И довольно много, и еще хорошо. Да. Ну, в Конституции много чего сказано. Конституция не работает. Если нет соответствующих законов, постановлений, подзаконных актов, имплементация в судебное законодательство и так далее. То есть, надо вводить и менять законодательство о семье. Надо вводить права семьи. Надо заявлять о том, что, понимаешь, нам нужно разрабатывать новый семейный кодекс. Нам нужно менять все законодательство под наши ценности. То есть, если мы сказали, что у нас есть ценности, то мы должны изменить все законодательство про эти ценности. а не исходить из того, что, понимаешь, а теперь мы будем жить по тому кривому законодательству, которое осталось, из которого основу-то вынули. Это же Конституция, это в 93-м году была нам навязана после событий с расстрелом Белого дома. И она вся была написана там вот, и в основе ее лежали, понимаешь, права человека. А для русского человека самое главное – это права его семьи, которые должны быть защищены. Вот пускай наши депутаты это подумают. С этим понятно. Ну подождите, понятно в целом, но конкретно, и каким образом именно права семьи, то есть каков механизм будет защиты этих прав? Должен быть, по-вашему полюсу. То есть что? Будет затруднен процесс развода, например, то есть чтобы семьи перестали распадаться, потому что у нас ужасающая статистика, каждый второй брак заканчивается разводом и так далее, и так далее. Например? Да, ну смотрите, как результат, это, конечно, мы должны снизить количество разводов. Но у нас все законодательство, у нас налоговое законодательство. Налоги у нас начисляются на человека от его доходов, независимо от того, сколько у него детей. Может, он один живет, а может, у него пять ртов, понимаешь. А налогом платят одинаково. А если больше пяти миллионов у него доход, так он еще и повышенный платит, не 13%, а 15%. А может, у него пять детей. Ага, то есть речь идет об экономической защите. Ну, в том числе, видимо, института семьи. Конечно, да. Некрасно. Мы можем поставить там, например, такую вещь, что человек голосует по членам его семьи. Вот у тебя есть пять детей, значит, ты голосуешь не только за себя, но и за пять детей своих тоже голосуешь. Как бы ты несешь за них ответственность, поэтому берешь на себя право голосовать и их голосами. У тебя шесть голосов, получается, твой и твоих пяти детей. Ну, это вообще революционная идея, такого я что-то не припомню в истории. У нас здесь высказывались на круглых столах, были такие идеи. Да, но прецедентов не было подобных. Прецедентов не было. Ну, Россия вообще беспрецедентная страна. Да, это очевидно. Скажите, ну, а что касается хартия о пресечении терроризма и борьбы с коррупцией, вот здесь не получится ли так, что мы лишимся возможности требовать, например, выдачи террористов? Коррупционеров или коррупционеров, которых достаточно много у нас уже релацировалось, что называется? Это же вещь, она двухсторонняя. То есть они могут требовать от нас и наших коррупционеров, и наших арестовывать под этими предлогами наших граждан везде. Понимаете? Так они и будут это делать. Весь вопрос такой, что как раз тут-то проблем с этим нет. Но это мы и предполагаем, мы люди, не сведущие в международном праве, представляем здесь, так сказать, мышление обывателя. Да, но тем не менее, то есть как бы то, что мы вышли из этого соглашения, совершенно не означает, что они там не будут арестовывать какие-то капиталы под теми или иными предлогами. Но так все-таки мы не лишаемся рычага воздействия на тех, кто уехал с незаконно нажитыми деньгами. Понимаете, те деньги, которые они вывезли, они у них там сами отнимут. Нам надо на сегодняшний день думать о том, каким образом мы должны построить систему, чтобы в этой системе нельзя было воровать. Понимаете? Нельзя все время бегать за каждым коррупционером. Понимаете, это же надо человеку совесть, понимаешь, исправить. А она не исправляется такими простыми способами. Пожалуй, что нет, да. Да, поэтому, значит, должна система препятствовать вывозу денег за рубеж. То есть если у вас свободно можно, понимаешь, украсть и вывезти деньги за рубеж, то, значит, есть благодатная почва для всех коррупционеров. Если этого нету, понимаешь, и он с этими деньгами никуда не денется, кроме как в Сбербанк, и там будет все видно, понимаешь, но это совершенно другая ситуация. То есть надо думать о изменении финансовой системы. Спасибо. Спасибо. Прямо комментарии по самой сути. Дмитрий Владимирович Родей, руководитель общественного политического клуба «Улица правды». Спасибо большое. Мы будем наблюдать за ситуацией, друзья. А сейчас к следующей теме.